Всем привет, меня зовут Александр Лебедев и сегодня мы продолжим постигать электротехнику и поговорим о таком важном элементе, как конденсаторы. Принесем в жертву парочку конденсаторов во имя науки, поговорим о том, какие бывают конденсаторы, чем отличаются и где какой лучше применить. Если вы не смотрели прошлый ролик, где мы говорили о резисторах, то переходите по ссылке в описании и начинайте изучать электротехнику вместе с нами. Все мы любим скидки и подарки, поэтому я просто обязан вас предупредить, что 11 ноября стартует мега распродажа на Алиэкспресс. Скидки до 70% на все категории товар. Такое случается только раз в год, и в этот раз я не упущу свой момент затариться ништяками. Поэтому уже сейчас у вас есть возможность присмотреться к желаемым товарам и добавить их в список покупок, а уже 11 ноября все это купить. Но будьте внимательны, некоторые продавцы специально завышают цену перед распродажей. Будьте умнее и установите плагин, который поможет вам отслеживать динамику цен. С помощью плагина вы можете посмотреть динамику цен за последний месяц. Также, если вы раньше ничего не покупали на Алиэкспресс, сейчас самое время. Переходите по ссылке в описании и получите купоны на 19 долларов к первой покупке. Таким образом вы сможете поддержать развитие канала. Все ссылки находятся в описании под видео. А начать стоит с назначения конденсаторов. Слово конденсаторы произошло от слова конденсировать, то есть накапливать. А накапливают конденсаторы энергию, то есть электрический заряд. Измеряется накопленный заряд в фарадах, но 1 фарад это настолько большая величина, что вы вообще вряд ли когда-то будете с ней работать. А если и будете, то очень редко. Поэтому обычно емкость измеряется в микро, нано и пико в фарадах. Так же как и у резисторов, у конденсаторов есть свои ряды номиналов. Но и здесь гораздо меньше. Всего два. Е3 и Е6. Обозначаются конденсаторы во всем мире одинаково. Данный чертеж показывает функциональное устройство конденсатора. Существует две обкладки, между которыми проложен слой диэлектрика. То есть такого материала, который не проводит электрический ток. Отличают полярные и неполярные конденсаторы. Во-первых, характерно то, что их необходимо ставить в схему определенным образом. Плюс к плюсу, минус к минусу. Если перепутать полярность, произойдет что-то такое. Стоит отметить, что на всех полярных конденсаторах стоит отметка, где у них расположен минус. Для неполярных все проще, им без разницы, как вы их поставите в схему. На своих обкладках они будут накапливать именно тот заряд, который будет к ним приложен. Помимо емкости, любой конденсатор еще имеет ограничения по приложенному к нему напряжению. Если вы по ошибке или умышлены, подойдите на конденсатор напряжение, превышающее его максимальный предел, то он перезарядится и может даже взорваться. Сука, ну и воняет же тут. Пахнет, кстати, типа мяком. Но производители позаботились о таком моменте и придумали, что сверху на корпусе можно нанести направляющие риски для того, чтобы если произошел перезаряд конденсатора, то получается он взорвется не в стороны, задевая другие электронные компоненты, а взорвется вверх. Но эта фишка касается только электролитических конденсаторов. Также существуют переменные или подстроечные конденсаторы. Это такие конденсаторы, которые могут менять свою емкость за счет механического смещения внутренних пластин, тем самым изменяя площадь взаимодействия. Такие конденсаторы часто используют в генераторах для подстройки частоты. И теперь самое время поговорить о том, какие же существуют конденсаторы. И первой в нашем списке будут электролитические. У них низкая точность по емкости, низкая температурная стабилизация, большой ток утечки и короткий срок службы. Но зато они дешевые, их множество размеров, и они отлично подходят для фильтров-источников питания. Вторые в нашем списке будут керамические. У них также низкая точность, низкая температурная стабилизация. Ток утечки считается средним, но при всем при этом у них малые габариты, они дешевые, и также очень часто они применяются как фильтры в источниках питания. И зачастую они ставятся параллельно с электролитическими конденсаторами. Третий в нашем списке это танталовые конденсаторы. Из минусов стоит отнести низкую температурную стабилизацию. К плюсам же можно отнести уже улучшенную точность, малый ток утечки и небольшую индуктивность, что является очень хорошим показателем для конденсаторов. Причем при этом они имеют очень малые габариты. И четвертый в нашем списке это пленочные конденсаторы. Они дорогие, они большие, но при этом у них большой срок службы, малый ток утечки, и они очень часто применяются в высоковольтных фильтрах, так как выдерживают большие напряжения. Что же касается корпусов конденсаторов, то тут все очень сильно варьируется от типа конденсаторов. Если мы говорим об электролитах, то они отличаются в основном диаметром и высотой. Если мы говорим про пленочные конденсаторы, то это отдельная история, их целая линейка есть. Про переменные я вообще молчу. Но среди них всех есть мои любимые, это SMD. Их, конечно, не везде можно применить, но на них мне нравится собирать устройства, потому что они маленькие и у них стандартизированные корпуса. Но это распространяется только на керамику. Если мы рассматриваем танталовые, то тут вообще начинаются пляски. Каждый производитель делает какие-то свои, никто не хочет подгонять под стандарты. Так что если вы занимаетесь разработкой печатных плат, то будьте осторожны с танталовыми конденсаторами. И, кстати, керамический конденсатор внутри устроен очень интересно. Если смотреть в разрезе, у них получается множество слоев, на которых накапливается заряд. Что касается маркировки, то самые простые здесь электролиты. У них сразу на корпусе показана их емкость и предельно допустимое напряжение. Что же касается керамики, то вся керамика имеет кодовое обозначение, где первые две цифры указывают емкость в пикофарадах, а следующие цифры указывают количество нулей. Здесь вы можете наблюдать соотношение кода и емкости конденсатора. Теперь настало время перейти к схемотехнике. Стоит отметить, что конденсаторы так же как и резисторы можно соединить последовательно и параллельно. Но в отличие от резисторов, емкость в данном случае будет рассчитываться точности противоположным образом. И вот здесь приведены формулы для расчетов. Следует запомнить, что конденсатор не пропускает постоянное напряжение, только переменное. И это свойство может быть очень полезным. Представим, что у нас есть сигнал синусоиды, амплитудой 10 вольт. Но начинается он не в нуле, а, скажем, смещен на плюс 5 вольт. Но мы не хотим получить такой сигнал, мы хотим иметь сигнал от нуля. В таком случае возьмем конденсатор и поставим его последовательно с сигнальной линией. Как мы видим на осциллографе, на канале А у нас показан истинный сигнал, который имеет смещение. На канале Б показан сигнал после того, как он прошел через конденсатор. Грубо говоря, с помощью конденсатора мы убрали смещение нуля. И на сегодня это все. Не забывайте подписаться на канал и поставьте лайк этому видео, если оно оказалось для вас полезным. Все это очень помогает развитию канала. Пока!